Доброе утро! Утро ТВ в эфире областного телевидения и в нашей студии гость Алексей Зубакин, председатель общества по защите прав потребителей Свердловской области. С ним мы будем говорить о ненужных покупках. Здравствуйте, Алексей! Доброе утро! Можно первый вопрос не по теме? Смотрели? Да, смотрел вчера, болел за наших. Хотел бы поздравить сборную России с победой в чемпионате мира по хоккею и пожелать и в дальнейшем радовать нас такими подобными матчами. Молодцы ребята! Да! Ну что ж, и вопрос теперь от меня. Алексей, приведите, пожалуйста, пример ситуации, когда человеку навязывают то, что ему не нужно, а он, так скажем, ведется и покупает там пылесосы, косметику, ну все что угодно. Ну вот недавно к нам обратился пенсионер, к которому пришла компания по продаже пылесосов. Они предложили ему бесплатно почистить ковер и пришли к нему поздним вечером. В результате, после долгих убеждений, демонстрации пылесоса, пенсионер заключил договор купли-продажи этого пылесоса, причем это произошло в половине первого ночи. Он купил пылесос за 150 тысяч рублей и при этом получил кредит в банке под 40% годовых. Вот с подобной ситуацией мы не так давно столкнулись. Ужас! Так, и что вы смогли помочь этому человеку? В результате нам пришлось провести тщательный анализ всех документов, которые мы предоставили, и нам удалось выявить нарушение, а именно несоответствие данного товара обязательным требованием. То есть товар не соответствовал ГОСТам по шуму, то есть это был очень шумный пылесос. То есть товар не соответствовал обязательным требованиям по весу, он превышал вес. И кроме того, еще было заявлено такое свойство товара, то, что пылесос может щеткой пылесосить, не только пылесосить ковер, но и этой щеткой можно еще дополнительно делать массаж головы. Вот, на что сертификата у данной компании не оказалось, и в результате мы через суд доказали, что потребителю была предоставлена недостоверная информация, и расторгли договор и вернули деньги пенсионеру. Ну, я так понимаю, что вот эти корабельники, которые ходят и предлагают за какие-то безумные деньги обычные товары, им же, по сути, не важно, что, собственно, продавать, им важен вот и какой-то очень высокий навар. И для этого они используют, я так понимаю, там чуть ли не, как это называется? НЛП. НЛП, да, то есть. Да, это определенные психологические способы влияния на человека с тем, чтобы они привели к определенному результату необходимому. Ну, к примеру, задаются человеку какие-то определенные вопросы, на которые он отвечает положительно. Там, да, 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 ну, там, допустим, вот какая сегодня там замечательная погода, да, там, нравится ли вам какие-то определенные вещи, человек отвечает, да. После нескольких ответов, да, ему задается вопрос, а хотите ли вы приобрести у нас пылесос, да, и он, допустим, соглашается. Затем есть такие способы, как, ну, вот, например, демонстрация бесплатная, ну, того же пылесоса, то есть вроде бы делают какое-то хорошее дело для человека, бесплатно ему чистят, допустим, там, палас там или диван, и в результате он чувствует себя в определенной степени обязанным, и в ответ на это приобретает, соглашается приобрести товар. Ну, либо там еще различные есть уловки, например, вот этому пенсионеру сказали, что менеджер, если он заключит этот договор, то он там станет лучшим менеджером, там, среди всех менеджеров, и получит бесплатный там жидкокристаллический телевизор. А, вот даже так? Да, и пенсионер тоже пошел навстречу, как бы, заключил эту сделку, да. А все ли одинаково легко на такие уговоры ведутся? Ну, вообще, наибольшую именно подверженность вот подобным способам влияния испытывают пенсионеры именно, и где-то в 90% случаев именно идут к таким покупателям, то есть целенаправленно люди, которые в определенной степени доверчивы, воспринимают все за чистую монету, и незнакомы, скажем так, с подобными современными способами воздействия. Вот на этих людей, в первую очередь, и влияют. А современные люди, которые уже, как бы, обладают определенной информацией по поводу этих способов, они, конечно, могут дать четкий ответ и могут отказать, ну, там, приобретение данного товара. А как можно противостоять вообще? Ну, в первую очередь, конечно, нежелательно вообще кого-то пускать на свою территорию, там, где-то себе в квартиру, тем более в какое-то вечернее время, когда люди уже устают, может быть, как-то не способны какой-то оказать такой достойный отпор. Во-вторых, ну, нужно четко представлять себе там свои, скажем так, финансовые возможности, да, потому что, ну, в данном случае, как я сказал уже, пенсионер, имея пенсию 8 тысяч рублей, приобретает пылесос за 150 тысяч рублей. То есть, он вынужден на протяжении нескольких лет платить, что, ну, конечно, в нормальном состоянии, он, наверное, бы не стал бы заключать такую сделку. Ну, и лучше, конечно, приобретать товар, ну, где-то в специализированных магазинах, ну, где-то чувствуешь себя более, как бы, не знаю, комфортно. Ну, это, кстати, главный совет, потому что ничего не такого не носит, чего нельзя было бы купить в обычных магазинах. Даже если он утверждает, что это какие-то супер-пупер пылесосы, обычные пылесосы, все это можно купить в магазине. Если человек все-таки попался уже на эту уловку, уходят эти корабейники, эти камивейжеры, и он через час, там, через полтора понимает, да, господи, что же я купил. Какие вот действия, может ли он как-то поправить ситуацию? Ну, необходимо, конечно, иметь все документы на руках, которые предоставляют, ну, как правило, документы предоставляют в полном объеме данной компании, то есть для того, чтобы, для пущей убедительности, скажем так. Вот, и с этими документами нужно идти уже к людям, которые квалифицированно занимаются подобными делами. Ну, например, общество защиты прав потребителей Свердловской области. И мы уже на основании имеющихся документов, на основании материалов дела, со ссылкой на законодательство, поможем, скажем так, отстоять права гражданина. Тем более, что уже сейчас сложилась определенная практика, уже ни одно и ни два, уже где-то порядка десятка дел подобных мы выиграли. Поэтому с подобными случаями нужно и как бы стоит идти в суд и получать свои деньги обратно. Ну, и назовите ваши реквизиты, куда обращаться, где вас найти? Можно обратиться в общество защиты прав потребителей Свердловской области по адресу проспект Ленина, 8, кабинет 305, либо позвонить по телефону 283-33, 287-03-33. Ну, вот на плашечке наши зрители видят все эти телефоны, все эти адреса. Спасибо большое. Спасибо огромное. У нас в гостях был Алексей Зубакин, председатель общества защиты прав потребителей Свердловской области. Ну, сейчас коротенький гороскоп и дальше продолжаем нашу утреннюю программу.